ребятки привет с вами я дюра и сегодня у нас на разборе целых три видео которые прислали подписчики кстати подписывайтесь на канал ставьте лайки и по возможности кто может помогайте пусть и в лечении сустава все я сейчас ухожу с экрана и буду там за кадром здравствуйте дюра в город поставили прививочку на белок это не наша машина пойдем учимся ходить на поводке впервые а то что учитесь это конечно неплохо но поводок такой суровый ребята у вас вот этим поводком хорошо драться на руку наматывать во всем остальном он очень неудобный очень некомфортный для этого возраста лучше обыкновенный брезентовый поводочек полтора-два метра достаточно конечно есть разница то что вот первое видео мне присылал и сейчас это действительно отличается отличается именно поведение хозяина то есть наконец-то мы пытаемся найти общий язык со своей собакой это радует вот сейчас у тебя очень благодатное время собака просто нуждается в вожаке в справедливом мудром вот будьте вот им здесь пока нормально вот тут еще один совет такой автомобильный ребятки собака на переднем сиденье хорошо для инстаграма для youtube но никак для нормальной жизни значит собачку или на заднее сиденье или на клетку переноску потому как собака вам реально будет мешать ну вот наверное все по первому видео ну больше я ничего не могу сказать информации мало хотелось бы увидеть как и щенок играет с детьми там тоже была проблема в первых роликах ну ладно с этим закончили все а это у нас кирилл с красноярска что тут ну могу сказать что тепло в красноярске я вот как смотрю тут есть такой момент вы ребята вы должны понять для чего вы не изучаете команды не команды нужны для дальнейшей жизни вам вот я думаю почти все команду дай лапу прям такая мечта научить собаку давать лапу она и без команды это умеет и нафиг ей это нужно и нет не тратьте вы на это время тут еще один момент он чисто психологический парень понял что он может управлять собакой и начинает передавливать чуть-чуть полегче и будет будет лучше всем наверное а так нормально удачи жду снова увидел так у нас сегодня первая прогулка вечерняя утренняя стичи у нас уже на поводке а это у нас андрей и что я могу конкретно ему сказать андрюша ты очень хорошие строишь взаимоотношения со своей собакой то есть будущей собакой с щенком и просто вот реально эти даже не могу ничего сказать у тебя ты настолько осознанно все делаешь что можно сказать что только не зазнавайся в остальном в остальном для первой прогулки очень хорошо и ты ведешь себя и стичь то же самое потому что для него очень большая нагрузка теперь совет который не понравится заводчикам чем раньше вы выйдете на улицу и вам будет проще собаку собакой потом общаться если нет вокруг и заболеваний чумкой и энтеритом потихонечку потихонечку выходите на улицу вот видите сейчас собака встревожена да это вокруг всего столько интересного представьте через месяц через полтора собака выйдет еще один совет по прогулкам смотрите на наличие клещей но сохраняйте какой-то здравый рассудок нет из-за райска вопросы там сдают какой препарат применить против с дает сто процентов не дает препараты стопроцентной гарантии ни один и всегда будет риск подцепить какую-нибудь болячку впрочем как и риск быть покусной другой собакой быть сбитым автомобиль мы или падающим самолетом ребят это все вероятность сто процентов никто не дает ни один препарат осмотр и вид препараты в которых действующих веществ не так много два или три остальное это все на усмотрение производителя как как действующее вещество до доставить до собаки вот и все поэтому ребятки вы всегда голову включаете здравый смысл ваш друг все остальное требует проверки будет тогда хорошо конечно чак побаивать интересуются разным звуком все чудо достаточно вас нас загрузил на сегодня ждал информацию к размышлению ребят объяснить можно все но не все так что думайте и подписывайтесь на канал дядя юра парочка пусть как южка шулька удачи